все же боятся сладкого думаю что ну вообще съел сладкого все согрешил сгоришь там в аду со шкварочками господи что это мамочка засыпать подсластители и попрыгать красивой женщине можно все здравствуйте я обложка сергей врач психотерапевт диетолог и специалист по снижению веса и здесь на канале я рассказываю все как есть чтобы худеть часто в комментариях люди меня спрашивают а как на есть квадраты на животе как на есть красивую фигуру и здесь мы отвечаем сегодня мы будем разбирать сладости для снижения веса и сегодня мы будем делать яблочный десерт в котором всего будет 40 килокалорий на 100 граммов но делать это я буду не один сегодня в этом мне поможет татьяна татьяна проходите пожалуйста здравствуйте сергей михалыч здравствуйте татьяна под прежде всего спасибо огромное что согласились поучаствовать всегда пожалуйста татьяна у нас в программе за три месяца сбросила 18 килограммов и вот уже три месяца сохраняет вес я отдельно благодарен татьяне многие кто проходил нашу программу наверное статья на и знакомы но только в виде текстовых сообщений потому что так татьяна очень активно отвечала в групповом чате рассказывала объясняла я конечно там в полглаза проглядываю как там дела я смотрю она все время правильно отвечает все время думаю какой какой сознательный худеющий и вот так и вот так я прямо просто влюбился в татьяну потому что она прямо молодец отвечает на все вопросы и и и сегодня она расскажет нам как есть сладкое чтобы худеть татьяна ну любовь у нас с вами взаимная вообще это очень важно было для меня то что можно сладкое на этой системе питания потому что все диеты которые у меня в анамнезе есть они заканчиваются тем что я срывалась на сладкое я не такая прям вот прям сладкоежка сладкоежка но я не люблю жестких запретов вот вот нельзя и все это все протест в моем вам нельзя говорить слово нельзя мне нельзя говорить слово нельзя мне когда говорят слово нельзя я иду ем на зло врагу отрежу лучше это про меня и осознав вот до конца осознав вы именно в этой программе что можно не просто можно нужно да нужно есть сладкое просто сладкое нужно есть правильно и сладкое нужно есть правильное давайте нашим зрителям расскажем как вот так как это может быть что все же боятся сладкого думаю что ну вообще съел сладкого все согрешил сгоришь там в аду со шквар очками как есть сладкое чтобы у нас самое главное что мы едем сладкое после еды чтобы она не разжигала аппетит до в качестве сладкой точки и мы едим низкокалорийная сладкая то есть сладкая в котором калорий как и в сыром фрукте очень много сейчас на самом деле эта популярность развивает очень большое приготовление именно низкокалорийных десертов но очень часто в этих десертах бывают там ингредиенты какие-то которые там не знаю хвостики толченые жабы толченые жабы отборок мы где да там хвост ящерицы отброшенный в новолунную ночь и так далее кэроб кэроб это большое спасение на самом деле для тех у кого аллергия на шоколад потому что вкус шоколадная какао там нет и вот против кэроба я не имею но иногда да там камедь какая камедь ксанталовая там гурамова господи что это мамочка и тут на ю тубе мне попадается называется десерт из двух ингредиентов но мы мы будем делать из простых продуктов из простых элемент что нам понадобится давайте уже на самом деле в минимальном так сказать комплектации нам понадобятся яблоки наша любимая рубрика женщина сбросила вес стройная и красивая женщина командует диетологом значит у этого с чем хороший этот десерт это тем что он с одной стороны элементарной по продуктам то есть яблоки и желатин другой стороны он очень вариабельный то есть вы к яблокам можете добавить морковку вы можете добавить тыкву вы можете добавить любые ягоды вы можете взять готовое яблочное или фруктовое пюре детское без сахара да ну обычно только детская бывает без сахара поэтому она может быть и взрослым если она без сахара нас устроит то есть любое готовое пюре яблочное фруктовое фруктовое овощное до пюре либо приготовить самой если честно мне больше нравится готовить само из яблок хотя возни получается там раз в пять больше и самый быстрый и простой способ приготовить как вы делаете пюре чистите я чищу яблоки режу на кусочки складываю эти кусочки в пакет полиэтиленовый в обыкновенный вот совершенно обыкновенный полиэтиленовый пакетик да из супермаркета там для завтрака так далее у каждой женщины на кухне мы мы в питере у нас у всех есть такие пакетики завязываю делаю парочку дырочек там зубочисткой или кончиком ножа чтобы не взорвалось микроволновки ставлю в микроволновкой но если вот из четырех яблок пюре делаешь там порядка 300 грамм где-то на 5-7 минут на максимальной мощности если у вас нет микроволновки вы можете запечь традиционно в духовке потом вот вы скрести до из половиночек если у вас ну вот вы студент у востоком плиточка можно просто с небольшим количеством воды притушить а я вот вижу в эту мангу приготовили это да это российская манга и тыква называется то есть вот сейчас по осени если делаешь только землок она такой бледненькая получая если туда добавить любой яркий фрукт любой яркий овощ ягоды какие-то у нас просто будет мы повеселее с цветом тут возникает вопрос ну а почему не взять и не съесть просто яблоко там просто тыкву просто ягодки засыпать подсластитель и попрыгать ну вот да ну можно же ну слушайте но у нас все пишут у нас комментарии что никогда бегом скорее мы все там не я вот когда бегом скорее тогда схватил яблочко на сладкую точку съел яблочко праздника иногда хочется праздника я например человек который очень любит суфле в любом виде давайте делать командуйте мы командуем ну давайте мы пойдем по простому варианту будем готовить из готового пюре чтобы не тратить время спасибо что жалеете своего день да пожалуйста то есть вот мы берем две баночки то есть нам нужно ориентировочно ну вот на порцию порядка трехсот там ну вот тут вот у нас получится 250 грамм в этом мы просто берем или выливаем вниз это я умею это хорошо яблочное пюре это всегда взяли яблочное и взяли яблочное со сверху для многих наших зрительниц вкус яблочного пюре стойко ассоциируется с бессонными ночами кормлениями прорезывание зубов но сейчас мы яблочному пюре дадим второй шанс так а это яблочное пюре какого-то цвета бордо но она со свеклой вот как раз наш вариант что возможны вариации да наша наша русская бордо это значит свекольный цвет ну и вкус вообще наверное тоже прекрасный что дальше дальше мы берем желатин идет из пропорции на примерно 300 там еще чем хорошо что пропорции такие нету вот прям такой точности то есть 300 350 грамм пюре ну и перемешиваем перемешиваем и этому нужно дать настояться порядка пяти минут чтоб желатин набух так мы размешали желатин и у нас есть 5 минут на то чтобы он у нас набух хорошенечко пока у нас желатин что называется набирает форму как вообще минус 18 килограммов как вы ну это минус 10 размеров в одежде да ладно да и 60 вот не верить никто я помню что когда мы с вами делали пост женщинах да не может быть 10 размеров одежды 60 я перешла впереди в 50 какие ваши доказательства у меня было выкинуто нещадно как не большинство из нас как символ того что мы не вернемся в прошлую жизнь сожгли развеяли но у меня форма форма казенная я ее не имею права выкинуть нее нужно сдать под расписку и поэтому это вот единственное что меня сохранилось из старой жизни это моя форма собой есть собой мире мире итак татьяна за три месяца сбросила 18 килограммов и показывает одежду которая носила когда-то в прошлой жизни что что у вас тут ну у меня вот хирургический костюм курточка такая и вот мои штанишки это красные штанишки да это пол штанишек вот я наверное не влезу в одну штанину но до этого не очень а вы вот так прям а там вот прям вторая медсестра наверное поместит какая-нибудь начинающая молодая медсестра легко туда во вторую штанину поместится можно можно прямо угу го прямо да прямо заметно а это ну это вот пиджачок который можно сделать вот так смотрите сколько лишь лишние ткани чё прям минус 10 размеров минус 10 размеров подождите ну вот вы вы работаете медсестрой как там больные как-то замечают что у вас оверсайз какой-то или что ну больные замечают начальство ну как процесс заказа новой формы это не так что пошел и завтра купил да надо заказать пока привезут там пока оплатят и был период когда я ходила вот в этой форме будучи уже ну не 10 наверное но размеров 6 на велика и когда я как бы упрекая начальство что когда уже новая форма да но начальство да да пора заказывать а то вот уже как-то не очень прилично это все смотрится красивой женщине можно все а вам такие же красные пошли только обтягивающие у меня да все так только теперь по размеру прямо ну что ж правильно ли я понимаю что вы сбросили 10 размеров по одежде при помощи вот этого десерта который у нас уже есть его помощью его помощью пойдемте скорее его делать дальше это все давайте мне вам это уже не нужно все вперед так а прям там штаны при ходьбе придерживали да да то есть я придерживала штаны я вставляла резинку утягивала чтобы они не падали пока вот когда какого-то промежуточного там хотя бы размера и не доходила там у меня была одна форма которая была вот у меня вся в облипочку и она мне стала тоже очень сильно чем завхоз наверное вас вообще не любят там ну завхоз да не очень наверно меня любит у нас тем не набух набух желатин набух и нам нужно его подогреть то есть можно это сделать на плите на водяной бане но у кого есть микроволновка самый быстрый способ это импульсным режимом по 30 секунд с перерывчиками зачем это взяли у вас целый диетолог в полный режим пожалуйста и так микроволновка аккуратненько по 30 секунд мы растворили желатин что дальше можно попробовать если вы любите послаще то можно добавить сахарозаменитель или если вы взяли вот натуральные яблоки какие-то очень кислые да то там я прям рекомендую то почти вот мой опыт говорит о том что если вы используете в рецепте яблоки подсластитель вам не понадобится потому что яблоки сейчас сахарные вообще как первая любовь если вот не вот такие красивые я буду предлагаю не добавлять золотов слипнется вы иначе так прям хорошо не будем пробуйте да и просто взбиваем все стало пушистое уже похоже на суфле у меня ушло 10 минут может быть у кого-то уйдет меньше да что теперь с этим дело мы выливаем в любую форму то есть удобно использовать просто пластиковый контейнер я обычно беру квадратный просто потому что потом удобнее резать можно использовать любые силиконовые формочки да там насколько вы хотите заморочиться это уже ваше личное дело просто выливаем просто выливаем и встанет а ягодки топить мы не будем чего-нибудь такой принципе можно да туда наверное утопить ягодки какие-то кусочки мармеладок это добавит еще одну из кризис яблоко тоже со яблоко наверно нет она будет там как-то не уж что-нибудь интересно да ну можно всегда да сделать еще еще веселее но мы идем по самому вырываю да да мы идем по самому простому из готового пюре и самое главное быстрым ну да это самый быстрый способ но если хочется мне есть честно на вкус больше нравится из самодельного пюре у него более текстура есть дал все натуральное должно быть да ну да по честному а потом эти баночки если взять то время сколько ты на них вычитываешь что они без сахара то это примерно столько же времени сколько будет яблоко не обманет яблоко не обманет что с этим это ставим в холодильник примерно на час если хотите чуть побыстрее можно поставить в морозилку тогда порядка 10 минут на застывание давайте проверим прям 10 минут в морозилке и так 10 минут в морозилочке и наш десерт готов сейчас аккуратненько мы это все достаем золотина можно было побольше на выглядит многообещающе вот у нас получился десерт 40 килокалорий на 100 граммов и здесь конечно же у нас челлендж мы приготовили обычную какую-то пустилу в которой 330 килокалорий на 100 граммов которая продается в магазин у нас есть пастила 330 килокалорий есть наша за 40 то есть разница в 8 раз по калорийности разница 8 раз будет ли наша пастила вкусной сейчас проверим наша любимая рубрика женщина сбросила вес и кормит своего диетолога до проверяем что у нас тут по вкусу мне нравится свеженько сладенько еще после морозилочки прохладненько ну вообще вот у нас получилось немножко видимо мы с пропорциями ошиблись если добавить чуть побольше желатина но как бы более упругое будет и тогда вот мы между собой называем это блюдо спонжик потому что она похожа не слушайте нормальную губку нормально вообще как сладкая . с чаем пойдет хорошо и магазинная пастила к вырываю сладко ну честно говоря мы в санкт-петербурге и конечно магазинная магазинная вот это пастила конечно хочется сделать плие я вот так вот скажу хочется прямо вот хочется сделать плие потому что сухое что-то скрипит на зубах и самое конечно вот это ощущение что выпил шампуни шампуни выпил вообще такое вот послевкусие как гель для вот что-то какой-то парфюмерия какая-то в общем мне не понравилось но вы скажете да да все вы сергей михайлович имитируйте имитируйте отвращение к сахару давайте давайте пригласим кого-то объективного человека совершенно вот случайно проходящую мимо женщину который вот проходила дадим ей попробуйте вот она вам честно скажет я думаю что да как у нас это принято совершенно случайно проходила вот женщина вот идите сюда пожалуйста проходите да конечно же нам никто не верит все конечно догадываются что мы снимаем все это на мосфильме тут повсюду красивые женщины ходят совершенно случайно согласно мы мы с вами не знакомы нет впервые видите познакомимся в такой симпатичный следуете правильному питанию да и вот мы тут сделали а пастилу значит ваша задача честно нам вот сказать какая вкуснее пробуем совершенно объективный взгляд на десерты экземпляр номер один как я это все люблю подождите это очень вкусно вы попробуйте 2 я даже не знаю может быть лучше это давайте попробуем все по-честному у нас хрустит сахар и много ароматизаторов нет я вот это выбираю совершенно красивые женщины выбирают пастилу по 40 килокалорий ешьте на здоровье ешьте в правильном направлении по направлению к стройности спасибо надежда вам огромное хотя конечно я не знаю как вас зовут немножечко мы повозились взбивание в холодильнике лежала это не проблема но в принципе можно такого наделать много мне понравился нежный вкус мне понравилось то что нет вот этой вот сахарности как вот знаете в магазинной пастиле вот сахар тебе вот так вот прямо тает во рту с чаем как сладкая точка вообще огонь всем рекомендую у нас получается типа суфле 40 килокалорий на 100 граммов и можно же еще это суфле что вариант такой что если мы делаем в более ну как бы более высокое у нас получится прям такими вот кубики вот такие вот такие мы можем это в креманке какой-то в мисочке и подать это вот как порционную еду да и у нас миллион вариаций на тему с чем это яблоко еще нам мешать мы можем с тыквой также запаренной да там запеченной мы можем с любые ягоды больше того можно просто из ягод по тому же абсолютно принципу из любого просто ягодного пюре сделать и даже если вам такая можно вот чисто тыквенная до овощное сделать а можно шоколадом облить а если это облить шоколадом то получится птичьи молоко птичьи молоко да у меня конечно тут не не совсем шоколад а вот шоколадный сироп можно такой же сделать дома как нибудь мы делаем и можно найти рецепты сейчас есть много рецептов когда делается низкокалорийный шоколад так интересно получится ли у нас птичье молоко торт можно делать птичье молоко да можно делать я я вот прямо до птичье молоко это такой десерт который дрожит когда ты его ешь и тебе и и сладко и стыдно немножечко да потому что он весь какой-то такой тревожный точно огонь делаем птичье молоко прямо вообще супер торт получится обалденно ну что татьяна спасибо огромное за такой сладкий быстрый простой супер низкокалорийный рецепт от себя лично и а ты не от имени всей нашей команды я хочу вам подарить вот этот замечательный букет который как обычно у нас сочетает себе и красоту и пользу и метаболический принцип до белка не хватает но этот букет можно подавать к столу можно смело спасибо вам огромное что согласились поучаствовать спасибо что щедро делитесь своими рецептами благословляю вас на все приталенное спасибо большое у меня для вас тоже маленький подарочек я как бы взялась осваивать как раз низкокалорийные рецепты поучаствовала там нескольких школах к счастью сейчас этого все много и я приготовила вам торт это я сделала это не куплено в конденции это не куплено в кондитерской это я сделала сама и это второй мой такой тортик в жизни вот первая делала как но отчета проделанной работе это 2 то есть он делается достаточно просто он же 100 килокалорий на 100 ровно 100 килокалорий тут тоже тот же принцип это торт суфле творожная суфле и из калорийности как куриная грудка до то есть либо можно есть поесть куриной грудки либо вот такой Не, можно поесть куриной грудки, там, скушать грибочков. Мы с Татьяной делали прямой эфир некоторое время назад. Где-нибудь здесь ссылочка, можно посмотреть развернутый прямой эфир, где Татьяна рассказывает, как удела, рассказывает, какие там были тонкости. И Татьяна мне подсказывает удивительно точные, правильные вещи. Я пытаюсь её как-то спровоцировать, она кремень вообще. Её просто не собьёшь, она всегда чётко. Не, мы белок, клетчатка, а потом 200 грамм тортика. 100 грамм как углевод, 100 грамм. Можно ли его попробовать или им только можно любоваться? Нет, берём и режем. То есть это тот торт, который можно есть, а не только смотреть, как в процессе снижения. Да, я даже хочу, чтобы вы попробовали. Наша рубрика. Продолжаем кормить диетолога. Татьяна продолжает кормить своего диетолога. Сегодня Татьяна угощает меня трепетным тортом. Вы видите, как он волнуется, как первая любовь. Пробуем. 100 килокалорий. Я весьмурю, бисквит там какой-то? Там бисквит на цельнозерновой со трубями муки и белках, суфле твороженое. Всё без обмана. Желе клубничное и киви. Тути фрути. Огонь. Ну, торт просто обалденный. Торт по 100 килокалорий. Мне очень нравится, что он вот не чрезмерно вот этот сахарный. Потому что большинство кондитерских изделий всё равно делаются с огромным количеством сахара. Почему-то они думают, что чем больше сахара, тем лучше продажи. Есть это совершенно невозможно, потому что всё слепается, в глазах рябит. И вообще гипергликемические все эти удары. Вот с чаем. Лёгкий, прям полезный. У меня на таких десертах ребёнок не заметила, как похудела. У меня девочка сейчас проблема, да, молодёжи. Тоже есть излишний вес небольшой. И просто питаясь, да, то есть я из объединения столов у меня мясное, я готовлю по-своему. Уже там они с гарнирами как-то хотят, едят, мои салатики хотят, не едят. И стараюсь десерты. Понятно, что дети, дети любят сладкое. Десерты стараюсь вот такого типа готовить. И ребёнок просто не сидя на диете, да, не пытаясь, она порядка трёх килограмм вместе со мной как бы растеряла. Секрет Татьяны – кормите детей правильными десертами, и это поможет им. Это очень сильно им поможет. Татьяна, спасибо огромное за то, что согласились поучаствовать, за ваши вкусные рецепты и вкусные десерты. Хотите ли вы что-то сказать в завершении? Люди, которые узнали про Сергея Михайловича, должны быть самыми счастливыми людьми в жизни. Единственное, о чём я сожалею, что я не встретилась с ним его системой питания раньше. Поэтому кушайте правильно, кушайте сладкое. Это чтобы у меня не краснели уши. У меня тоже краснели уши, надо же отомстить. Кушайте, главное кушайте, но правильно. Друзья мои, подробный рецепт того, что мы делали, вы найдёте в ссылке под этим видео. Ставьте лайки этому видео, пишите приятное в комментариях Татьяне, какая она молодец и вообще красавица. Живите стройные, всего вам приталенного, ешьте на здоровье. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»